Крымчанин-фотограф Андрей Нестеренко стал одним из лауреатов 17-й международной фото-выставки украинского ежедневника «День». Андрей Нестеренко стал победителем в номинации «Переселенцы. Жить заново». В ней представлены исторические работы, посвященные крымским татарам и их обустройству на полуострове после депортации, и вынужденному переселению, связанному с российской оккупацией полуострова. Есть поселок Корисы, гора Самота, под Айпетри. Там было табачное поле, и в 90-м году, значит, это было октябрь-ноябрь 90-го года, крымские татары начали возвращаться домой. То есть это 90-й год их возвращения. И фотография 2015 года, когда они были вынуждены назад. Фотографии были сняты 25 лет назад на черно-белую пленку, затем сканировались и, наконец, предстали перед глазами зрителей. Работы автора были оценены коллективом Черноморской телерадиокомпании, владельцы и сотрудники которой сами стали вынужденными переселенцами после аннексии полуострова. «Каждый ваш снимок, ваша работа – это глубина, а не ежесекундность. Вы показали нам боль и отчаяние, радость и надежду. Важно то, что эти чувства помогают нам держаться и верить, что все будет хорошо. Спасибо вам большое». Крымчанину Андрею Нестеренко близки и важны темы оккупации полуострова и нелегкой судьбы крымских татар. Несмотря на то, что в Крыму фотограф не живет уже больше 20 лет, события, связанные с российской аннексией полуострова, коснулись и его судьбы. «Я сам крымчанин, родился в Крыму, и мне, допустим, очень больно потерять их, хотя там родственники остались, ну и не очень так в хороших мы с ним отношениях, значит, а так вообще я у крымских татар очень много у меня друзей, которые и там остались в Крыму». В этом году на очередной ежегодной фотовыставке «Газеты день» представлены 350 работ. Их отобрали из трех тысяч фотографий, изначально представленных на конкурс. В каждой из них – события, люди и судьбы. Основной темой этого года стали война, единение страны и людей, которые переживают эти события. А авторами работ, кроме профессиональных фотокорреспондентов, стали также и волонтеры. «Война, очима фотокорреспондентов, вона страшна, вона подоланная, вона тепла, в том, что люди зберегают людское, вона в том, что капелани миють ноги пораненим військовым, вона в том, что дети плетают сетки. Путин не мог напасти на краю сильную. Он напал на краю раскраденную, пограбованную. И это все отображались все эти руки. Кто следил за нашими фотовыставками, прошел великий спецкурс». Кроме военных и политических фотографий, на выставке немало жизненных снимков с кадрами мирного времени. Работы, представленные на фотовыставках дня, часто называют пророческими, утверждают организаторы. Нередко в них можно увидеть не только уже прожитые исторические события, но и предвестники будущего.